Ну-то в минуту радио Как встретились, так и поговорили Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения Но место встречи изменить нельзя Спасибо, ребят, очень круто Наконец-то высказался, что так Только на Радио Болтком в любое время дня и ночи Программа «Встретились, поговорили» Добрый день в эфире Радио Болтком Добрый день всех, кто нас слушает У нас сегодня очень интересный эфир В рамках проекта «Культурная линия» Гость нашего радио – Светлана Дружинина Народная артистка, актриса, режиссер Здравствуйте, дорогая Светлана Сергеевна Добрый день, приветствую вас Очень рада вас видеть Эфир проходит при поддержке Международного клуба «Формат А3» Журналисты из разных стран прислали нам свои вопросы И мы начнем с поздравлений Потому что буквально за день до Нового года Вы завершили работу над фильмом «Гардемарины» 1787 «Мир» И в декабре отметили замечательный юбилей Светлана Сергеевна, расскажите нам, пожалуйста Как вам работается над пятой частью? Каких исторических интриг ждать зрителю? Какие актеры заняты в этом вашем новом фильме? Ну, я думаю, что замысел «Гардемарины 4.5» В общем, продолжение Очень давно, когда еще был жив Царство Небесное Потрясающий наш соавтор и очень хороший литератор И сценарист Илья Маркович Нагибин И соавтор тоже Царство Небесное Ниночка Саратокин Мы с тремя мечтали Как бы нам стащить с этих запотевших стёдел «Гардемарины» Опустить их на палубу Чтобы они бы начали «Гардемарины» То есть заниматься своим непосредственным делом Которому их обучали И вот прошло потом много времени Потому что не было возможностей Возможности появились И это великое счастье Что я могу сейчас создавать Те еще свои старые замыслы Это была история Которая неожиданно стала невероятно актуальной Но задумана она была еще в прошлом веке Поверьте мне Это вторая крымско-турецкая война Которая начиналась 2 октября 1780 года Это было резкое нападение Неожиданное и коверное на город Киннабурн И это великое сражение Которое выиграл Суворов Я практически работаю по документам И зачастую считаю Картина и вообще Что я делаю Это для школьников старших классов Или для тех Кто любит историю Изучающую по документам А я работаю по документам Которые собраны в большом Многотомнике Называется В истории древнейших времен Собраны в его Великие монашки Кучелы Велосов Еще теперь можно говорить В позапрошлом веке И вдруг неожиданным образом Когда я начинала это делать Уже реализация В 2013 году В 2012 году Я подала заявку В фонд кино Ее приняли По этой заявке Я написала сценарий Который я выкупила А затем начались Вот эти самые Многострадальные Поиски возможностей Реализовать Этот сценарий Но так получилось Что в 2013 году Я доделала Издала уже этот фильм Который называется Гордовариды 1787 Мир И там тоже есть частично Еще мирные отношения Это было как раз После того Когда Екатерина Проехала От Петербурга До Крыма И тем самым Прочертила границу Которая оповещает Как бы Западу Вот Это моя Россия И дальше Никто не может На нее Поднять Лядной пушки Без моего разрешения Это документы Я ничего не придумала А затем Был ключок Унашинский мир Который закончился Вот таким Невероятным Коварным наступлением Вот это самое И есть Та вторая часть Которая называется 1787 Когда Барина Война То есть Работу над этим фильмом Вы начали Еще до крымских событий В 1912 году У меня документы Я подписывала Договор с фондом Ведь понимаете Вся картина сделана Значит она вчера Только придумана Нет Это долгий Невероятный процесс Начинающийся С заявки Ее надо сочинить Ее надо продумать И придумать И соответствовать К потребностям К потребностям Которые Выставляются У нас На сайте Ведь мы сейчас Все как под стеклом Как за стеклом Мы все видны Есть сайты Фонда Есть сайты Департаменты Кинопки Министерства культуры Мы все там Видим Никто нигде Не может Никого теперь Отмануть Солгать Все Абсолютно Ну как сказать Зриво Поэтому в 2013 году Я начинал эту работу Задумана она была Очень давно Я говорю еще Вместе с моим автором Надеем Саратокиной А сейчас 50% Войны Отснято Я надеюсь Что все таки Я буду В следующем Году Желательно повезти Чтобы в марте Начать строить В апреле Подготовиться Отимпенсировать Май 2 апреля Май И может быть Начало июня Отснять все это Дай бог Если это получится А какие любимые актеры Там заняты Кого нам ждать Ну Я собираю Говорю о том Что Для того чтобы понять Что я делаю И Понять И осуществить И Так сказать Полюбить героев И прожить С ними Большой Их жизненный Путь И поэтому Так сказать Опыт Нужно Смотреть Не только Гордоварины 4 Где все так Потрясающе Три романтика И четыре романтика Или там Три романтика Да Великолепно Три романтика Используется Используется 60 лет Великолепно Три романтика Конечно Обязательно Это самый Контрфорс Самый враг Как говорится По сюжету Это Дебильи Светлана Сергеевна А вот Ваш замечательный Юбилей Прошел В условиях Пандемии Карантина Как он прошел И какие поздравления Вас особенно Порадовали Ну понимаете Доброе слово Кошки Приятно Есть такая Хорошая Пословица У нас Я все Дни рождения Соправляю Всегда Очень Кулуатно Семейно Потому что День рождения Это Как правило Ослабленная энергетика Люди Устают И велины Были Такими Широкими Праздниками Поэтому Был Семейный Очень Так сказать Закрытый Круг С моими Друзьями Их было всего 5-6 человек Не больше А поздравления Жили с самого утра Именно поэтому Я 16 декабря Достаточно долго Еще сидела В Москве Потому что Второй половины 16 декабря Я быстренько улетела Себя на фраз Похру И сейчас С вами И общаюсь Видите За моей спиной Там камин Я сегодня Его обязательно Разожгу Потому что У нас сегодня Субтенник И Крещение Ну могу сказать Сразу Первый телеграм Мне позвонили Союзских Генографистов Я поздравил Что мне очень понравилось Спасибо большое Владимир Очень хорошо И приятно Было Прослушать Они прочитали Мне Телеграм Я позволила Им Спасибо Была Телеграм От Михаила Мишустина Что очень приятно От Сергея Семеновича Собянина Всегда Еще И с букетами И с красивыми Подарками Обожателями Сергей Михайлович Мирон Медин Конечно же Наш Владимир Ростиславович Ольга Ивановна Любимова Это наш Министр Культуры И Всегда Радуют Меня Мои Коллеги Потому что Поздравляет Шах Назаров Георгиевич Я все рада Этому поздравлению Потому что Мы практически Почти Сокурсники Закончили Институт С одним И тем же Мастером В ГИК У Таланкина Поздравил Никита Сергеевич Михалков Михалков И Конечно Самые близкие Друзья Они В основном Пфонировали Я Телефон Но На следующий Я Всем Отдала Должно Все Кто У меня Отметились По телефону Я всем Передала И сказала Своему Всего Там было Очень много Спасибо Всем И я Пользуюсь Этой Возможностью Поздравляю Благодарю Всех Вы знаете Мне очень понравилось Как про вас Сказал Михалков Он сказал Что вы Настоящая Звезда Потрясающей Красоты Женщина И большая Актриса Несмотря на то Что зрители Знают вас Последние годы Как Режиссера Светлана Сергеевна А недавно Вы сделали Прививку Против Ковид Опубликовали Это В социальной Сети Вот сейчас Когда У людей Много Сомнений Когда Поступает Информация Что есть Какие-то Неприятные Последствия От этих Прививок В Европе Там Сейчас Обсуждает Какие У вас Ощущения Во-первых Мы решили Сделать Прививку Сразу Как только Был призыв Ковид Обязательно Желательно Людей Нашего возраста Совсем Не совсем Юного И молодого Хочу сказать Что Мы с Антонием Приняли решение Прививку Сразу И С помощью Елены Михайловны Елены Нашей Потрясающей Павловичевой Еленочке Елены Васильевны Потому что Мы не могли Ждать очереди А есть очередность Потому что Мы приезжаем В Красный Пахры Где Вот сейчас Я с вами И беседую В Москву И нужно было Делать прививки Обязательно По месту жительства Потому что Именно оттуда Идут все От своих Идут все Эти самые Информационные Данные в центре По Москве Сколько людей Прививаются Какие количества Там Радуют Или не радуют Мы себя чувствуем Я думаю Что очень скоро У Елены Васильевны У Малышевой Будет Программа Где будет Более подробно Показано Как мы это Проделывали Она спросила Возможно ли Это сделать Об этом Небольшую Передачу Конечно Если Пойдет Кому-нибудь На пользу И кто-нибудь Нам поверит Потому что Мы действительно Прекрасное Чувствие Господь Готовимся К авторой Прививки Она же должна Быть В автору На 30-х Все Позволяет Позволяет Закурить Сигарету И выпить Бокал Шампанского А у вас Есть традиция Связанная С окончанием Съемок А может быть С началом Какие ощущения Вы испытываете Когда заканчиваете Работу Над очередным Фильмом Могу сказать Какой-то фрагмент Какой-то фрагмент Получается Журналисты Моего Времени Это война Я из дитя войны А также Болет Вот Две Эти Составляющие И сделали Меня тем Что я На самом деле Иначе Мы с Нас Не беседовали Болета Уникальная Сложнейшая Труднейшая Работа Труднейшая Работа И конечно же Он Во благом Меня Не просто Собрал А А у меня Образовал Потому что Я девочка Бабариной Рощи Я не скрываю И в 45-й год Я встречала Из Бабариной Рощи Будучи на Красной Площине Меня чуть там Не задавила Толба Во время Салюта И если Сказать То Избавляющий Меня Как будто Господь Затемчика Перебросил На Олимп Искусство Это Хореографическое Училище При Большом Театре И мы учились Еще В том Самом Училище Балетном Хореографическом Котором Учились Все Старинные Старые Русские Балетные Звезды Именно русские Если в Петербурге На улице Россия То у нас Это была Пушкинская Именно Да По конкурсу И был Он учился На курсе Из Рижской Школы Балетной Мари Сли Могу сказать Самое прекрасное Что можно сказать О студентах О его Невероятном Трудолюбии Сосредоточенности Верия в себя Он абсолютно Как вам сказать Вот есть Очень многие Подхалтуривали Он никогда Иногда Он сидел Один В классе Или занимался Один У странка Потому что Другие Что-то Пропускали Позволяли Семь Мари Слепо Никогда Он не был И поэтому Зачастую Мы с ним Встречали Где-нибудь 25 минут Девятого Потому что В половине Девятого Начинались Занятия И мы Бежали Вместе с ним Я изморзирую Сейчас в общежитии И все равно Он первым Всегда Пропускал В дверь Ну проходи Быстрее То нас не будет Действительно Дисциплина Если вы Опаздывали Хотя бы На минуту Даже на Несколько секунд Через вашим носом Дверь Дисциплина Балет Это еще Дисциплина И чувство Локтя Он же И когда был Галантин И удивительно Красив У него Было Много Девочек Поклонниц В нашем Училище Нет Мы не были Большими Друзьями Мы просто Были Хорошие Отношения К тебе Были 14 лет Я пошла Понимаете Формироваться Я стала Крупеть Крупеть На глазах Почему я Закурила Пожалуй Единственный Мальчик По Классу Поддержки Был Морис Лиен Он Крупкий Он был Как все Режане Так Больше Спортивного Склада Высокий Достаточно Широкопречий По сравнению Со всеми Мощный И Талантливый Мощный И Двухглазин Не любил Быть Даже Вторым Потому что Если к нему Подали Партнерш А он Не выбирал У нас На поддержке Никто Не выбирал Просто Меня оставили Рядом с Мальчиком Друженина Лиэпа А он Хотел Быть лучше Мы с ним Договаривались Где Как подойти Где Как Держаться И Держись Держись Вот Держись Вот Так Мы с ним Заканчивали Вернее Он Остался В балете Я Закончила Я Не защитила Диплом Потому что Удивительно Моллах Кинематографа Мне Стала Кинематографистом А он Остался В балете Не скрою Если Вы посмотрели Принцессу Цирка То Главную роль Мистера Икса Тоже Была Играть Морис Лиэн У нас У нас Остались Где На Мацфильме В наших Наверное Архивах Фотографии И Он Очень Хорошо Прорвался Великолепно Двинулся Естественно Он Имел Носить Пак Это Конечно Он Великолепно Как Все Музыкальные Люди Он Великолепно Пел Потому что Он Не пел Он Попал В Артикуляцию Но Он Это Делал Так Как Это Делал Он Сам Это Очень Важно Потому что Нужно Петь Точно В таком Темпо Ритме Там Брать Дыхание Ритму По Дыханию По Дополнению Должны Соответствовать Спасибо Он Нас Пригодил Свой Последний Прощательный Спектакль Спартак В Большой Театр И Он Прибежал Опаздывал Потому что Была Тоже Проба Какая И Вот На Нашей Последней Встрече Мы Увидили Игоря Пилушика Который Потом И сыграл Мистера Икс Вместо Майрис Илья Ну А Самое Прекрасное Что Мы С ним Встретились Потом Он Ничуть Не Обиделся Он Сказал Какой Хослый Парень Но После Он Ехал В Болгарию И Наши Пути С ним Разошлись К сожалению Но Макгон Сказать Самое Лучшее Очень Талантливый Трудолюбимый Красивый Мощный Мой Спасибо Вопросы Журналиста Натальи Лебедевой Светлана Сергеевна Вас С полным Основанием Можно Назвать Творцом Патриотом В самом Лучшем Смысле Этого Слова Вы Возвращаете Нам Нашу Ожившую На экране Историю Почему Творцом Творцом Мас Назвища Назвищу Назвищу Нужно Сказать Что Нас Было Очень Много Вся Молодежь Которая Поступила В тот Горь Закрыта и вообще. Понимаете, Мосфильд же был закрыт. Поступить в штаб было почти невозможно. У нас было 4-5 человек, собранных вот с нескольких выпусков вокруг по годам. И там даже был Андрюша Смирнов, который только сейчас к тому времени тогда снял «Белорусский вокзал». Прекрасный, мы с ним очень дружили. И очень. И вот несколько человек, которым были предложены каверину. Он должен был выбрать режиссера который должен был вместо ТРКБ снять желание. Не скроем. Может быть это был Андрюша Смирнов. Но дело в том, что Андрей сказал, что он категорически не хочет снимать эту работу. У него были другие замыслы. Остальные потом проходили собеседование с каверином. На удивление всей нашей компании, как всего нашего объединения киностудии, мастфильма, министерства, каверинского, пусть мы снимаем тружили. Это очень удивительно. Почему? Ну вот он что-то такое объяснял. Я не знаю. Представьте, мне тоже было очень сложно, потому что это были два серии, где мультипликационно собиралась десятая глава зашифрованная Пушкина. Скажу только, что это все достаточно заработанное. Мы с ним очень долго спорили. Даже, если не ссорились, то спорили очень горячо. Он жил в Претелкиной. Его водитель привозил меня из Москвы к нему на работу. И я кричал о том, что нет, это уже невозможно. Там бегают в Азбуковке, как какие-то мариновые солдатики. нет. И далее мы разбирались по разным концам его дачи. Он готов потом яичницу на себя на кухне кричал Светлана Сергеевна яичница в 2-3 и сказал 2. Тогда он взял там яичницу и сказал ну гажда маринов вперед. И мы собирались тогда на кухне. Это было наше примирение. И нужно отдать должное. Я попросил его переписать многие эпизоды этого сценария и дописал предложил и мы вместе с ним работали какими-то другими эпизодами. И когда мы уже это все отсняли он мне подарил книгу где были три романа и один из них исполнение желаний. Автограф этой книги гласил премизитно так вообще что я всегда был уверен что литература влияет на кинем автограф дай бог в хорошем сторону. Но иногда встречаются хорошие приятные исключения когда кинематограф влияет на литературу. Более того мы с ним очень подружились и он хотел у меня на время потому что исполнение желаний это была история связанная с переходом в советскую действительность студенчество открытие десятой главы Пушкина революционные всякие идеи и так далее и это был тот период когда мы уезжаем из России увозили артефакты документы и много то что потом мы разыскивали как исторические стандарии в том числе это играет Смоктудовский и потрясающий Лебедев я всегда смотрю как каких прекрасных актеров пригласил себя сразу на свой дебют и они все согласились и хорошо сыграли и все получилось то есть получается что название Гардемарины вперед авторство Каверина нет а конечно если вы помните два капитана если вы помните два капитана а это был его роман и поэтому там как раз у них есть самый лозунг Гардемарины вперед и вот это была его фраза которая когда роман у нас не был роман это был это же был оригинальный сценарий написанный заключен у него есть договор заключение который был в 1984 году 1980 оригинальный сценарий трое из навигацкой школы я думаю предложение и была ее небольшая рукопись ее предложили а затем был написан сценарий а затем поэтому сценарий Нина сделала роман назвали его Гардемарины вперед потому что Гардемарины и потом это был такой знаете боевой и очень энергичный очень хороший пич такой мохи вот резкий вперед вот такая история но время то что там как раз и говорит одну из мыслей профессор который играет Лебедев что история не учат история проучивает и для того чтобы не помешать ошибки в будущем нужно хорошо четко понимать почему они происходили беды у нас во времени надо четко знать причины следствия и это очень важно вот как я говорю он подсадил меня на время и потом в истории тогда была достаточно сложная работа с всевозможными вождениями а вот музыкальные фильмы исторические фильмы давали возможность обойти как-то нашу редакцию и вот так получилось что история и музыка стали основным компонентом моей режиссерской биографии о ваших отношениях с историей вот вы являетесь руководителем кинофестиваля исторических фильмов под названием Вечи есть в России такой замечательный фестиваль вот какие темы интересуют сегодня кинематографистов что вас за последнее время в этом смысле порадовал в рамках исторических фильмов понимаете история это то что было вчера это совсем не значит тысячелетия назад я могу сразу сказать в этом году открывали наш фестиваль очень большим мощным фильмом наших якутских коллег очень сложно называется Архан Дагин потом я могу поправить пусть меня простят мои коллеги дело в том это имя их героя национального который говорил о том что если объединял якутские племена можно было подружить не только с востоком но и с западом откуда шли наши русские купцы и казаки и вообще детские путешественники это историческое имя исторической ситуации меня потрясло меня потрясла жажда знания своей истории и биографии своего народа и великолепные совершенно ребята которые дивно сыграли была потрясена этим фильмом единственное что он очень большой и там все говорят на своем родном якутском языке а идет русский перевод и это сложно сейчас говорят о том это показать всем ну от меня был небольшой совет помимо всего прочего у нас на фестивале есть награда президента и я наш мечевой колокол как раз передала этому фильму а маленький ну не маленький а довольно сложный совет надо обязательно хорошо и точно перевести это на русский язык обязательно потому что очень сложно это все там сложные коллизии и так далее и скорее всего сделать эпизиодный фильм на 4 серия и это будет хорошо это будет безумно интересно меня вообще как это сказать я очень хочу в Якутию я хочу сказать Ирочке Сожниковой нашему программному директору огромное спасибо потому что именно она рекомендовал именно ей она так уговорила продюсера и создать этого фильма что он оказался этот фильм у нас на паре в этом году фестиваль был посвящен юбилею победы да и у нас вопрос от журналиста Натальи Лебедева ребенком вы видели войну из вашей биографии как вы относитесь к тому что сегодня не все адекватно воспринимают те события идет переписывание истории и вот подвиг нашего народа подвергается сомнению вы знаете это грешно с годами я могу сказать опрокидываясь в свое так сказать историческое прошлое и изучая все ситуации которые у меня были в моей жизни и как развивались события в моей жизни я могу только сказать кто верит в случай не верит в Бога могу только сказать что все что со мной произошло и мы сейчас мы говорим здесь сейчас это только благодаря тому что мы великий народ великий народ который никогда никогда не был поколен никогда не будет поколен потому что в нас есть что-то что дороже жемчуга и злато вот когда я преподавала у американцев я преподавала один сезон русский язык со своими картинами «Тайны дворцовых перегородчиков» они никак не могли понять а что такое душа что такое душевный друг что такое душевная подруга душа сперечуя а у нас у россиян у русских душа это нечто необъяснимое что нельзя потрогать но то что делает нас и то что позволяет нам быть щедрыми и то что позволяет нам быть большими богатыми и непобедимыми могу только сказать сразу что будем же ребятки жить долго и счастливо Светлана Сергеевна а вот ваши цитаты еще у нас почему-то ушло изображение с экрана попросите Анатолия Михайловича проверить если вы можете подождать да у меня ушло что делать о изображении сейчас я могу наверное озвучить а мы можем мы можем да продолжать беседовать да Светлана Сергеевна слышите сейчас тогда одну секундочку вот все в порядке Светлана Сергеевна в продолжение темы ваша цитата я лично еще хочу знать как формировался менталитет моего народа и пытаюсь об этом рассказать в кино а вот как вы понимаете русский менталитет мы говорили про русскую душу а русский менталитет она менталитет неотъемлемая часть она менталитет вы никуда не изменитесь без этого нет русской нации и менталитета ничего да спасибо это народ большой щедрый народ потому что нас было всего много вообще прочитайте вообще и Цветаева и да всех всех наших великих ученых и так далее настолько много что было ничего не жалко мы очень доверчивые люди могу только сказать что ни в коем случае ни в коем случае нельзя думать о том что мы выключи пожалуйста могу только сказать что у нас так много и у нас так много что мы не научились всего этого хранить мы думаем что это все бесконечно поэтому могу только сказать что вот та самая душа это есть часть того менталитета который делает нашу нацию и самый великий и непобедитель спасибо вопрос от газеты суббота все ваши фильмы это вдохновляющие истории о красивых и внешне внутренних людях а как вы относитесь к фильмам в которые герои живут на дне почище горьковской вся их жизнь сплошная чернуха безнадега и мат перемат нужна ли вообще зрителю такая жизненная правда в кавычках могу сказать знаете все картины хорошие пусть снимают все кто хочет помните как когда-то говорили китайцы и пекине пускай все цветы цветут но каждый выбирает свою поляну вот я еще раз вам говорю вот в 45 году на экранах появились все эти самые фильмы о которых можно бы говорить только сейчас с восхищением были сестра Игорь Дворецкого с Диной Дурбин были Мариха Рок Девушка Мечты были три мушкетеры еще с Донорыча и Братья Великца ну что была Солнечная Дали вот это было то мое детство мне было всего 10 лет это было пронзительное счастье картины о любви с музыкой а под языком был маленький кусочек леба потому что это был довесочек который мы начали брать вот вы знаете среди этого всего очень сложного московского жития мы были очень бедными все мы были очень холодными нам было холодно но нам было действительно интересно и счастливо смотреться вот я выбираю этот путь мне хочется сказать людям ребята все в пенде есть свет впереди тоннеля не надо ни в коем случае унывать давайте постараемся сделать свою жизнь лучше все что окружает вас дорогие мои друзья достойно радости какое счастье что вы встаете поутру можете идти какое счастье что вы можете выпить стакан воды какое счастье что вы можете видеть небо какое счастье что вы можете казать несколько слов своим друзьям и своим близким и родителям это уже великий да и как будто бы по телевидению вам показывают не смейте ныть есть такие люди которые сидят в кисле и не могут двигаться в коляске а они всё равно счастливы потому что существует даже конкурс я была на этом конкурсе когда колясочники соревнуются в танцах И моя друг подруга Галочка Волкова шьёт для этих людей удивительную красивую обувь. Они на неё не опираются, они её фигурируют. Вот надо, если вам дана жизнь, живите по возможности, видя вокруг себя приятное, красивое, и старайтесь это всё принять и передать. Тогда вы будете жить долго и счастливо. — Светлана Сергеевна, у нас очень много вопросов от Белоруссии, от журналиста Елены Еловик. И первый, такой, многих актёров и режиссёров судьба тесно связалась с Белоруссией. Дмитрий Астрахан, например, посчитал, что на съёмках в Белоруссии он провёл почти 20 лет. Вас что-либо связывает с нашей страной, с Белоруссией имеется в виду? — Давайте поддоропимся, потому что я могу закончить с зарядкой. Я хочу сказать, что у нас в Белоруссии, я в своё время из киноинстудии, то есть из киноинститута Сквартов, такой был профессор, вывез потрясающий курс, и в Белоруссии был великолепный, так сказать, кинематограф, и великолепные ребята, такой был Ричард Чарик, вернее, в точках его фамилии, Ричард, Викторов Чарик, то ли опять же у тебя что-то там такое закрывается? — Ну вот, да, всё в порядке. — Да, могу только сказать, что сейчас у меня в главной роли молодого Корсака, Шурка Корсак, это сын Дмитрия Харатьяна, если кто-то будет смотреть «Гордомарина и Виват», обязательно посмотрите, потому что ей были «Виват», «Гордомарин» и «Гордомарин-3», а сейчас продолжение 4-5, то вот там, когда Харатьяна уезжает в Руссию, он держит на руках маленького, голопопененького маленького, он вырос. И сейчас они вместе совершают всевозможные подвиги, мягко говоря. Так вот, он из Беларуси, этот парнишка. Я долго не знал, что он белорус, так ему не надо было покупать билеты. И эти билеты в Минск. Нет, даже не в Минск, а где-то ещё там ближе. — Это Андрей Лаптев, да? — Он остался у нас в Москве, его забрали в Казумабахарец, но он был, как я скажу, какой-то дохал. Он отказался от этого предложения и сейчас работает в музыкальном юношеском театре. Очень сложное название. Он молодой театр, но пользуется уже большим успехом. Он великолепно движется, прекрасно шпажирует, скачет на лошадях. Вообще удивительный парень. — Светлана Сергеевна, это Андрей Лаптев, да? Он у нас приезжал в Ригу на фестиваль Станиславский ЛВ в этом году со своим курсом и успел впрыгнуть, так сказать, в последний вагон перед пандемией. И у него здесь брали интервью как раз на тему продолжения Гардемаринов. И он очень много рассказывал о счастье сниматься у вас в фильме. — Спасибо, спасибо. Он прекрасный парень. — Светлана Сергеевна, у нас есть еще пять минут. А вот как поживает ваша идея создания телевизионного цикла на основе многотомника Сергея Соловьева, на основе истории России с древних времен? — Нет, вы знаете, может быть, я не очень точно поняла вопрос. Дело в том, что когда наступила перестройка, не перестройка, а когда развалился Советский Союз, мы все остались без работы, без денег, без всего. Это невероятная совершенно ситуация, что мне удалось снять десять фильмов, настоящих исторических фильмов. Это не сериал, это кино-повесть. Тальны дворцовых переродов России веков XVIII. Вот все это было написано по документам Соловьева. Потрясающим нашим киносценаристам, мы им тоже параллельно учились, Пашей Финном. Денег не было у кого, ни у режиссера, ни у аксиона, ни у сценаристов. Ну, не у кого. Поэтому мы просто, так сказать, на энтузиазме отсняли эти десять фильмов, и из них можно было бы сделать сериал большой, но я уже теперь не могу этого делать, потому что он и так достаточно популярен, и его смотрят вообще сейчас уже в интернете, но как раз. А вот вы буквально два дня назад написали в соцсетях, что на днях вам поступило предложение от разработчиков компьютерных игр, да, создать игру по мотивам гардемаринов для школьников-подростков. Вот что вы решили, как вы к этой идее отнеслись? Я к этой идее отношусь положительно. Каждый объект предложили также расписать какие-то рубашные мерч, гардемаринские всякие, милостынгами и, так сказать, мы им с ногами будем жить в доме. Я себе сказал, конечно, если есть возможность где-то сказать хорошее, доброе слово, сделать хорошее дело, почему нет? Да. И еще один вопрос, если можно, у нас из Белоруссии прислали сейчас в чат, всех интересует очень, в чем секрет счастливого брака. Имеется в виду, конечно же, ваш пример с Анатолием Мукасеем, выдающимся кинематографистом, который сейчас рядышком с вами находится. Да, он бродит по ту сторону и делает, если вы знаете, торопитесь, потому что у него кончится зарядка. Он не может помочь принести зарядку, нет? Мы живем уже в... Я не очень люблю об этом, не очень люблю, потому что я достаточно соединенный человек, но могу только дать совет. Никогда не оскорбляйте друг друга, никогда не используйте слабости друг друга, а каждый человек имеет их, и я, и он, и вы, и все вместе. Дело в том, что это разочарядка, а скрыть ее все равно виден зазор. Да, мы спорим, мы сердимся, мы можем тоже разбить чашку, но это будут творческие скандалы в основном, а ни в коем случае не по поводу того, что он плохой или я никакая. Расходитесь, если вы не можете найти общий язык, просить друг друга. Надо уметь прощать. Это очень большое, очень трудное качество прощать. А просить это значит понять. А понять это не только принять. А принять это значит сердечки сохранить. Это и есть любовь. И с каждым годом она становится все ярко, очевидно, значительнее. Ну, теперь я могу только сказать, что мы все равно ссоримся. Но всякий раз, не дай, Господь у него заболит что-то, а еще вдобавок, если это будет что-то такое болеть зуб или рука, то я буду очень переживать, как будто это болит у меня. Потому что у меня зубы болели, и руки перелом, и ноги хворали. Ну, вот так, понимаете, сложен человек. Любовь, это великая, большая, сложная, выстреланная жизнь. Светлана Сергеевна, огромное спасибо вам за такие нужные в наше такое непростое время слова. Мы вам желаем здоровья, мы с нетерпением и все наши зрители будем ждать выхода гардемаринов на экран, и желаем вам творческих успехов с созданием следующей серии гардемаринов, над которой вы работаете, и напоминаем, что эфир прошел в рамках проекта «Культурная линия», при участии журналистов медиаклуба «Формат А3» провели эфир журналисты Ольга Авдевич, это я, и моя коллега Наталья Захарьят в студии. Всего вам доброго. Спасибо, спасибо. До свидания. в кадре появился у нас тот муж, про которого сказали такие замечательные слова. Самый дорогой, ну как же это снимал. Спасибо, спасибо. Будьте здоровы, всем удачи и здоровья. И здоровья, здоровья, здоровья. Спасибо, всего доброго. Час в час, минута в минуту, радио.